Ищите новый рецепт? Чтобы порадовать родных, посмотрите, как приготовить домашнее печенье со вкусом топленого молока, оно намного ароматнее, вкуснее и нежнее магазинного, однозначно стоит приготовить. Для приготовления этого печенья вам потребуется мясорубка, но не забудьте убрать с нее нож, чтобы не превратить тесто в фарш, можно воспользоваться специальными насадками для печенья, чтобы было легче сформировать печенье, обязательно оставляйте место между заготовками на противне, так как они значительно увеличиваются в объеме во время выпечки, готовое печенье советую украсить сахарной пудрой или тертым шоколадом. 1. Яйца комнатной температуры перемешайте венчиком, но не взбивайте, добавьте ванильный сахар, соль и сахар небольшими частями, снова взбейте венчиком. 2. Добавьте соду, перемешайте и отправьте к мягкому сливочному маслу, перемешайте до однородности и добавьте просеянную муку, перемешайте массу ложкой и высыпьте рассыпчатое тесто на стол. 3. Замесите крутое тесто, частями добавляя муку в домес, соберите мясорубку с самой крупной насадкой, разделите тесто на 4 части, подкатайте в колбаску и отправьте в мясорубку. 4. Сформируйте небольшое печенье с помощью ножа и выложите его на покрытый пергаментом противень, отправьте печенье в разогретую до 180 градусов духовку на 12 минут на второй из пяти уровней. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки! Вот что нам понадобится. Мука, 520 грамм, 390 гф теста, 130 гф домес, масло, 250 грамм, сахар, 280 грамм, сода, 1 чайная ложка, яйцо, 3 штуки, ваниль, по вкусу, соль, 1 щепотка, количество порций, 5-6. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Надеюсь, было интересно, приятного аппетита и следите за новыми публикациями.